Глава 59. Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжалело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать. Смотри, Пророк не только желает уверить их, ищущих спасение, в силе Его, Бога, но также требует прилежания в делах и в соблюдении законов. По причине ли слабости моей все это? Никак, потому что я мог и тогда освободить вас от притеснений. Но вас предали ваши беззакония, и все это пришло на вас по причине ваших грехов. Почему, говорит, я повелеваю вам стараться воздерживаться от грехов? Потом Пророк перечисляет грехи, руки ваши осквернены кровью. Все Пророки обличают их в том, что их руки исполнены убийством. Мне кажется, что он побуждает их ум к покаянию в прежних грехах и желает предотвратить будущее преступления, так как впереди предстояло им совершить такое убийство, которое тяжелее и беззаконнее всех прочих убийств. Пророки всегда желали сделать их кроткими. Потому Пророк прежде сказал, руки ваши осквернены кровью. Сам Бог уже прежде того дал такое повеление, так как они были склонны к убийству, которое было причиной гибели и боли, чем остальные грехи. Говоря, не убей, чтобы они не думали, что какое-либо убийство бывает совершенно непроизвольным. Бог сказал яснее, неповинного и правильного не убивай. Исход 23.7 Потому он запрещает железо и употребление его, чтобы удержать их от убийства. Говоря, железо никогда не касается сооружения храма. Второзаконие 27.5.3.6.7 Хотя впоследствии священники заколали в жертву овец и волов, однако они приносили кровь Богу. Если следовало воздерживаться от крови животных, которые приносились Богу, то тем более от крови людей. Воздерживаться от нее следовало тем более, чем более ценности имеет и чем ближе тебе человек по сравнению с бессловесными. Ибо руки ваши осквернены кровью, и персты ваши беззаконием. Уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду. Пророк перечисляет отдельные беззакония рук, пальцев, уст, языка и каждого члена. И таким образом легко отвращает их от грехов. И смотри. Означенные дела и убийства они совершают по козням, непобуждаемое гневом и недвижимое порывом сердца. Хотя они знали, что это грех, до того они привыкли к убийствам. Никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину. Надеются на пустое и говорят ложь. Зачинают зло и рождают злодейство. Этими словами порок уже и раньше обличал их в том, что они все делали с тщеславием или дерзостью. Здесь вновь он обличает их. Все это бесполезно и тщетно. Или совращение, или порисание. Зачинает скорбь. Высиживают змеиные яйца и ткут паутину. Кто поест яйца их, умрет. А если раздавит, выползет ехидно. Этими словами пророк указывает на их обманы и советы, которые они замышляют. Дела безрассудства и коварства, которые уготавляют так, как преступления беззаконных таковы, что они служат в ущерб и во вред для самих делающих. Паутины их для одежды негодны, и они не покроются своим произведением. Дела их, дела неправедные, и насилие в руках их. То есть дела их не совершатся. Последующие слова показывают, что дело обстоит таким образом. Дела их, дела беззакония. Следовательно, следовало делать то, что полезно было и им самим, и ближним. Напротив, их дела были бесполезными и вредными. Ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невинной крови. Видишь ли злобу? Они проливают не только кровь, но кровь неповинную. Если бы кровь даже не была невинной, то и тогда с большим ужасом нужно было бы им остерегаться от убийства. Так как Бог насадил мир в нашей природе. Ему чужо не только допускать беззакония, но даже и видеть охотно таковое. Бог, зная слабость нашего ума, дал нам помощь в самой природе. Мысли их, мысли нечестивые. Опустошение и гибель на стезях их. Пути мира они не знают, и нет суда на стезях их. Пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира. Так же и Давид обличает их. Потому-то и далек от нас суд и правосудие не достигает до нас. Ждем света, и вот тьма. Озарение, и ходим во мраке. Видишь ли исцеление Божие? Он не только отпустил их вины без отмщения, но показывает, что грехи совершенно отделяет людей от Бога. Увы! Какой мрак окутал сердце тех, которые совершали такое зло? Какой мрак или тень окружали их? Осязаем, как слепые стены. И как без глаз ходим, отщупью. Спотыкаемся в полдень, как в сумерки. Между живыми, как мертвые. Так как души их были покрыты неправдами более, чем мраком. А поскольку они не чувствовали густого мрака бедствия, то пророк и присоединяет, что ждали суда, но его нет. Пророк за них просит Господа и приносит покаяние, говоря, вот, все мы ревем, как медведи, и соним, как голуби. Ожидаем суда и нет его. Спасение! Но оно далеко от нас. Видишь ли, немалые, но великие грехи возбуждают Бога. Он умеет давать прощение согрешающим. Простительно. Подобно тому, как он говорил о Хананеях. Ибо еще не исполнились их грехи. Бытие 15-16. Я фараоне. Посему положил тебя, чтобы показать на тебе крепость мою. Исход 9-16. Равным образом и Павел говорил и об Иудеях. Боюсь, чтобы не пришлось, когда я приду к вам, снова плакать о многих, которые согрешили прежде и не покаялись. Чтобы не уничижил меня Бог мой. 2 Коринфянам 12-21. Таким же образом и многое иное. Почему же, говорят, Бог предал смерть Анане и Сафиру, то, как они согрешили. Таким образом, Бог часто поступает для пользы и благополучия. Теперь мы поразмыслим о том, пощадил ли он или не пощадил их. Прежде всего они солгали, потом испытывали Духа Святого. Они согрешили не только потому, что утаили священные вещи, но и потому, что искушали Святого Духа. Когда Петр спросил, за столько ли вы продали в поле, то жена не постудилась. Почему тот спросил? Разве не за тем, чтобы они исповедали и принесли покаяние? Таким же образом Бог спросил Адама, чтобы побудить его к покаянию. Говорю, та же Икаину, где Авель, брат твой? Чтобы тот искупил свой грех. Разве он не мог в самом начале обличить его? Если он обличал, то делал это ни для чего иного, как только для того, чтобы тот своим исповеданием пришел к выздоровлению. Не потому ли и он сказал, «Скажи прежде беззаконие твои, да оправдаешься, а не властно не грешить». Если грешат, то он не отвергает, но вновь посещает, чтобы освободить их от грехов. Стих 12. Когда беззаконие многочислено перед Богом, то разве недостаточно скорбь кающегося перед лицом Бога, милостивого выслушивающего и неисследующего наших проступков с тщательным прилежанием? Если сыны возвещают о своих грехах Отцу, то он старается скрыть их, а не исследовать тщательным образом. Тем более сделать это Бог, которому, как всемилосердному, жаль поступков грешников. Грехи ваши разделяют. Нет ничего хуже грешника, который попускает и желает скрыть свои проступки. Может случиться, что им совершаются такие проступки, которые потом изглаждаются покаянием. Скрывать же их есть величайшее зло. Когда грех садомлян был слишком велик, то Бог сказал, «Вопль садомский умножился ко мне». Видишь ли, после того, как умножилось зло, он сошел для мщения. Точно так же он говорит в виде грехи гиптян. Видел озабление людей моих в Египте, и вопль их услышал. А во время Ноя говорил, «Ибо расплила плоть и извратила свой путь на земле, но не тотчас растекает в рану, если не видит ее вновь открывшуюся. Или для того, чтобы побудить к покаянию, или для того, чтобы исполнилось зло». Подобно тому, как опытный врач, знающий время сечения раны, выжидает терпеливо, удобного момента сечения, чтобы посредством подходящих лекарств поправить больного. Таким же образом и Бог, когда знает, что мы достойны многих наказаний, однако желает освободить нас через покаяние, хотя бы грехи наши были бесчисленны. Зло обострилось настолько, что даже невинные подвергались мучениям от неправедных, почему и сказано, «И увидел Господь и вознегодовал, ибо преступлениям наши многочисленны перед Ним». Мы изменили и солгали перед Господом, отступили от Бога нашего, говорили клевету и измену, зачинали и рождали из сердца лживые слова. Иисус отступил назад, и правда стала вдали. Ибо истина приткнулась на площади, и честность не может войти. И не стало истины. И удаляющийся от зла подвергается оскорблению. И Господь увидел это, и противно было отчам его, что нет суда. И видел, что нет человека, и удивился, что нет заступника. И помогла ему мышца его, и правда его поддержала его. Так как ничей ум не был склонен к суду, Бог же не желал, чтобы те люди терпели неправду вследствие бесчисленного зла, то поэтому он посетил, спрашивал их, и говорил им, мышца его и правдой поддержала его. Разве это не кажется тебе так же великим даром милосердия? Возложил на себя он правду, как броню, и шлем спасения на голову свою, и облегся в резумщение, как в одежду, и покрыл себя ревностью, как плащом. По мере возмездия, по этой мере он воздаст противникам своим, яростью врагам своим, местью островам воздаст должное. И убоятся имени Господа на западе, и слава его на восходе солнца. Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его в двоякое милосердие, удалять такую страсть милосердия как к терпящим, так и к мучающим. Тех он освобождает от зла, а этих удерживает от мучительства. Таково благодеяние даровано не только терпящим, но и мучающим. Человеческий закон часто проступок одного считает общественным и не дозволяет жить тому, кто изнасиловал жену ближнего своего, хотя бы он намерен был дать удовлетворение за такую обиду. Не дает право известному судье сделать снисхождение при наказании такого лица, но считает бесчестье как бы нанесенным себе самому, и таким образом заботится об ее чести. Потом пророк снабжает Бога соответствующим оружием, и мы обличемся в твердейшее оружие правды, чтобы их не мог победить враг, сделанный не из железа и меди, но происшедшее из добродетели. «И придет искупитель Сиона и сынов Якова, обратившихся от нечестия, говорит Господь. И вот завет мой с ними, говорит Господь. Дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих, и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего, говорит Господь. Отныне и до века». То есть истинные твердые будут возвещения и обетования мои, и пребудут всегда.